Задумываясь о будущем, люди мечтают и строят радужные, обнадеживающие прогнозы. Одним из них являются размышления о техническом прогрессе. Многие с надеждой верят, что в будущем, с прогрессом в робототехнике, человечество освободится от тяжелого труда. Роботы будут выполнять все грязные работы, мыть за вами полы, менять трубы в канализациях, ремонтировать автомобили, и жизнь станет намного легче и приятней. Вы будете лежать на диване, а робот будет подносить вам кофе с вкусными бутербродами и выносить за вас мусор. Вы серьезно в это верите? Давайте снимем розовые очки и обратимся к реальному опыту. Что дала человечеству роботизация на предприятиях, например? Автоматические системы принесли пользу хозяевам компаний. Они позволили заменить медленных, нуждающихся в зарплате, нуждающихся в выходных, больничных и отпусках работниках. Тысячи рабочих стали лишним грузом в крупных компаниях и сразу попали под сокращение. Эти люди столкнулись с проблемами безработицы, оплаты счетов и обеспечения своих семей. Выгоду получила только верхушка компании, вершина пищевой цепи. Они не стали размышлять, что кому-то не на что будет кормить детей, а не просто для экономической эффективности целесообразно всех поувольняли. Исходя из такой реальной картины, мы можем с большой вероятностью сказать, что произойдет в будущем. В масштабах стран известная нам пирамида пищевой цепи претерпит следующие изменения. Верхушка также будет иметь выгоду от роботизации электронными работниками, к примеру, в замене служащих многих служб и ведомств. Над вами появятся роботы военные, роботы полицейские, роботы приставы, роботы СБУшники и прочий контролирующий вас персонал. А что вы получите? А вы ничего не получите, потому что такие системы, во-первых, будут стоить, как сегодняшние суперкомпьютеры от IBM. Скажите, у кого из вас есть суперкомпьютер от IBM? Не слышу, ни у кого. Вот и роботов, способных на что-то серьезное, тоже не будет. Во-вторых, населению и не разрешат иметь ничего больше, чем кусок пластмассы на колесиках с аккумулятором, который называется сегодня роботом-пылесосом. Роботами заполнится большинство мест над вами в пирамиде управления, а население, страдающее от еще большей безработицы, которая производит мусор, отходы, которая что-то хочет, требует, которая чем-то недовольна постоянно, будет лишним для автоматизированной системы. А что же будут делать с лишним балластом? Что ж, подумайте об этом сами.